Индонезия Страна контрастов Индонезия – страна контрастов. Представляет из себя одно из самых густонаселенных государств мира. Находится в юго-восточной Азии по обе стороны от экватора. Стоит отметить, что это крупнейшее в мире островное государство. Считается, что в этой стране детственная природа, уникальные флора и фауна. И именно здесь, в пресных водоемах, обитает королевский леопардовый краб, или как его еще называют, краб-пантера. Сходство окраса этого краба с леопардом очевидно. А вот почему его называют королевский, точно никто не знает. Он не самый крупный, не самый агрессивный, да и сведений о том, что он хоть как-то почитался королями, нет. Возможно, его называют королевским из-за того, что он привлекает к себе внимание, как самый настоящий король. Оранжевый окрас с черными точками не оставляет равнодушными аквариумистов. И это факт, с которым трудно поспорить. Уникальность этого аквариумного обитателя в том, что он может обойтись без суши. То есть у него нет острой необходимости в островной зоне. Да и в живой природе он выбирается на сушу неохотно и крайне редко. Однако, если создавать идеальный крабник, то выход на сушу сделать стоит. Возможно, вам повезет и вы его увидите вне воды. Однако, многие содержат этого краба в обычном аквариуме. Леопардовый краб находится в списке исчезающих видов в своей естественной среде обитания. Из-за антропогенного посягательства на их среду обитания. Если быть точнее, то виной исчезновения является добыча никеля, которая наносит ущерб качеству воды в естественной среде. Исходя из этого, содержание этих крабов в неволе является отличным способом сохранить их популяцию. Возможно, однажды их и вовсе не останется в живой природе. Важнейшим для многих аквариумистов вопросом является совместимость этого краба с другими обитателями аквариума. Стоит сказать, что в целом краб-леопард не является хищником. Но употреблять рыбу в пищу может, так как является всеядным. Не стоит думать, что краб всегда будет охотиться на соседей. Это не так. Для этого ему нужно как минимум остаться голодным, и это первое. Второе, далеко не каждую рыбку он может поймать. Исключением является слабая больная рыба. Но тут нужно учитывать один нюанс. Краб-пантера днем менее активен, чем ночью. Большая часть рыб, наоборот, ночью может опуститься на дно или стоять в толще воды неподвижно. Есть большая вероятность того, что голодный краб-леопард этим воспользуется. Не стоит забывать о том, что крабы по мере роста линяют, сбрасывают при этом свою броню. Хитиновый панцирь. Для того, чтобы новый окреп, нужно время. По этой причине крупных рыб с крабами содержать не стоит. В целом же совместить леопардового краба с рыбками возможно, но будьте готовы к потерям. Не стоит совмещать с дорогими и ценными рыбками. Есть аквариумисты, которые успешно содержат леопардового краба с мелкими креветками. Креветки юркие и шустрые и практически неуловимы для краба. А вот с раками совмещать не стоит. Дело в том, что эти крабы занимают самые лучшие укрытия, как и раки. В аквариуме за лучшее место будет идти борьба, пока один из них не выиграет бой. Как правило, такие бои заканчиваются гибелью. Краб леопард по характеру очень территориальный. По этой причине нужно с осторожностью подбирать соседей того же вида. В первую очередь это касается самцов. Они склонны сражаться и в конечном счете убивать друг друга, если находятся в одном аквариуме. Но можно в одном аквариуме разместить группу из одного самца и нескольких самок одного вида. Как показывает практика, любых крабов другого вида воспринимают как врагов. Отдельно стоит остановиться на самом аквариуме, доме для леопардового краба. Ведь продолжительность его жизни напрямую зависит от трех важнейших моментов. Кормление, уход и само место жительства. На форумах и различных сайтах часто встречается информация о том, что этот краб живет до 10 лет и это действительно так. Но живет он столько только в живой природе. В аквариуме же продолжительность жизни около 5 лет. Кстати говоря, в аквариумах на осмосе продолжительность жизни больше, чем в остоявшейся водопроводной воде. Выбирая аквариум, учтите, что краб пантера требует значительного пространства в замкнутой экосистеме. Более того, не так важен объем аквариума и его глубина, как площадь дна. Считается, что этому крабу требуется минимум 80 сантиметров свободной площади. Но далеко не все на это обращают внимание. Лучше всего, если у аквариума будет крышка или покровное стекло. Нередки случаи, когда в ночное время суток краб совершает побег из аквариума по проводам от оборудования. На дне аквариума должен быть некрупный грунт до 5 миллиметров. Возможно, морской или речной песок. Еще лучше, если этот грунт будет немного поднимать жесткость воды. Как, например, натуральный черный грунт Super EOR от компании Decotop. Кстати говоря, на черном грунте очень выгодно выглядит яркий оранжевый краб. В оформлении аквариума для этого краба понадобится укрытие. Они не роют глубоких нор, но любят прятаться в дневное время суток под различными корягами в кокосовой скорлупе. Часто аквариумисты используют для оформления битые цветочные гашки и прочие декорации, такие как керамические трубки. В крайнем случае, можно использовать пластиковые гроты, которые продаются в любом зоомагазине, где есть уголок для аквариумистов. Из оборудования обязательно нужно поставить компрессор, так как краб получает кислород, растворенный в воде. Либо использовать флейту, водопад и прочие хитрости, которые создают волнение на поверхности воды. Обогреватель, благодаря которому будет поддерживаться постоянная комфортная температура воды. Как правило, диапазон воды в аквариуме выбирают от 26 до 30 градусов. Для сравнения, у себя на родине леопардовый краб обитает на мелководье в озере Матана. Средняя температура воды там 28 градусов. Фильтрация в аквариуме также важна и необходима. Не забывайте делать подмену воды и лучше всего для этих целей использовать сифон, с помощью которого можно собрать твердые отходы со дна аквариума. Всегда помните о том, что остатки пищи и фекалий, которые спрятались между камней, выделяют вредные вещества и пагубно влияют на здоровье любых аквариумных жителей. Нитрат не должен быть больше 20. Стоит периодически проверять воду в аквариуме на три основных показателя. PH, KH и GH. Оптимальные показатели PH от 7,5 до 9, KH от 4 до 12 и GH от 4 до 15. Аквариумные растения Наверняка многие из вас любят зеленые аквариумы. Я сейчас не про водоросли, а про аквариумные растения. Часто при содержании ракообразных встает вопрос, стоит ли аквариумные растения использовать в оформлении. Выживут ли они с такими жителями? Этот королевский краб всеяден. Естественно, крабы-пантеры будут рассматривать растения как пищу. Более того, они хорошо умеют выкорчевывать растения. Однако же скалистные растения с мощной корневой системой могут выдержать их атаки. Эти красавцы не так разрушительны, как раки. Поэтому бывает по-разному. Но это совсем не значит, что от растений стоит отказаться. Напротив, высаживайте такие, которые вам не жалко. Есть аквариумы, в которых некуда девать валиснерию. Так как она разрастается не по дням, а по часам. У некоторых разрастаются мхи. Все это нужно использовать в аквариуме с леопардовым крабом. Ну и еще, если растения в аквариуме видеть хочется, но не получается укоренить, вы всегда можете использовать плавающие растения. Давайте немного остановимся на кормлении. Как уже говорил, леопардовый краб всеяден и его рацион разнообразен. Он может питаться водорослевыми обрастаниями. Дитрит также пойдет в корм. Всевозможные донные таблетки для самов и ракообразных можно включить в рацион. Он неплохо поедает мотыля и прочую белковую пищу, такую как креветки или филе рыбы. В качестве корма можно предложить дольку свежего огурца или кусочек кабачка, листья салата и так далее. Не должна быть пища однообразной. Лучше всего вообще кормить два раза в день. Например, утром белковую пищу, а вечером растительную или наоборот на ваше усмотрение. Естественно, остатки пищи нужно вовремя убирать, чтобы они не портили воду в аквариуме. Не забывайте, что краб нуждается в кальции, а точнее их броня карапас. Поэтому, если даете в качестве корма креветку, давайте ее нечищенной. Хочу обратить ваше внимание на лекарственные препараты, в составе которых медь. Чтоб не случилось, будьте внимательны, прибегая к использованию таких препаратов. Обязательно читайте состав. В медь в большом количестве смертельно для беспозвоночных. Если заводить несколько крабов в одном аквариуме, важно определить, какого они пола, дабы избежать смертельных стычек. Самцы в одном аквариуме не уживаются, а вот самки с одним самцом очень даже возможно. Не стоит полагаться на продавца в зоомагазине или аквасалоне. Они редко сталкиваются с ракообразными, так как популярность таких акважителей только растет. Для определения пола понадобится взять краба в руки и перевернуть его. Обратите внимание на брюшную полость. Пластинка самца гораздо уже, чем у самки. А теперь внимательно посмотрите на моего краба и попробуйте определить пол. Кто это, самец или самка? Свой ответ напишите в комментариях. Пантеровые крабы считаются половозрелыми, когда достигают 5 сантиметров без лап. В этот период самки крабов высвобождают феромоны, которые привлекают самца. Это, пожалуй, самый страшный момент, если в аквариуме не один самец. Бой неизбежен. После оплодотворения самки появляется икра. Важно, чтобы аквариум был идеально чистым, так как это сводит к минимуму возможность роста условно-патогенных бактерий. После влупления детенышей крабов отсаживают от родителей и соседей, так как они еще беззащитны и могут быть съедены даже своими родителями. Субтитры подогнал «Симон»